Библия говорит, Псалом послал Слово и исцелил их, и избавил их от могил их. Дославят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Псалом послал Слово и исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцеляло нас сейчас и обновляло нас. Псалом послал Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое Слово исцелил их. Господь, я прошу ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Душа их истоевала в муках, и молились, и просили, и написано, и послал Бог Слово, Бог посылает Свое Слово, написано, это Слово пришло к ним и восставило их из могил. И сегодня Дима уже молился, у нас есть больные люди, в том числе Камуван, мое сердце рвется за мою маму. Я вчера также был у Влади, он весь лежит в этих, я сфотографировал аккуратно, кто захочет, потом покажу фотокарточку. То есть он чуть-чуть в сознании, но за него дышит машинка. И я разговаривал с доктором, и еще с некоторыми людьми, там состояние очень тяжелое. И у него пневмония, и после операции на сердце пневмония, это нехорошо. И если они его приведут полностью в сознание, то он противодействует аппарату. А когда он в полупьяном состоянии, так аппарат может дышать за него. Короче говоря, чудо, нужда в чуде, нужда в том, чтобы Господь вмешался. Поэтому вот мы сейчас будем читать Слово. Слово исцеляет. Неважно, обличает, или радует, или веселит. Неважно, что там записано. То есть важно, что там записано. Но иногда мы можем читать какие-то вещи, которые потрясают. О, каким образом это связано со мной. Написано, кого наказываю, кого люблю, того и наказываю. Или наказывает отец сына своего для того, чтобы его ставить и поднять. И знаете, я... Ну, мы сейчас сразу после того, как прочитаем Писание, и Дима даст парашю, мы будем сразу сюда Тадон делать. У меня в голове все время витает сегодня с утра пасук. Этот пасук, он из молитвы Отче наш. Там написано, и прости мне, как я прощаю согрешившим против меня. И очень часто все мы иногда против нас грешат, иногда нас обижают. Иногда это сделано по правде, потому что мы заслужили. Там, я не знаю, на работу поздно пришел, но тебя наорали, ты потом весь такой ходишь. Потому что ты подвел их или прочее, прочее. А иногда не по правде, такое тоже часто бывает. Но Писание неумолимо говорит нам, отпусти. Хочешь, чтобы Бог тебя простил, ты прости. И я просто хочу, чтобы все вот с этой мыслью мы могли слушать Слово, и потом подойдем к Саудата Адон. И я верю, что Слово высвобождается и исцеляет. Дим, еще два слова скажу, ладно? Вы знаете, мама болеет, я сейчас, Нина, много читаем в интернете, слушаем всякие вещи про опухоли. И некоторые, но это растущее мнение, говорят, что опухоль, она сродни плесени. А плесень, где плесень заводится? Там, где сырость, там, где непроветриваемое место. И непрощение, это одна из классных возможностей закрывать дверь. Понятно, это не всегда объясняет возникновение опухоли. Понятно. Но, подумайте, часто мы закрываем свою дверь и не даем Богу проветрить нас. Покаяние, дышать свободно, высвободить, прости и проститься. Имеешь что-то на кого-то, оставь, возле жертвенника этот пойди и покайся, и восстанови. Вот просто витает в голове. Услышьте, я не адресую это специфически кому-то, но мы не можем проветрить свое сердце, без того, чтобы мы не могли быть людьми, которые прощают другим людям. И когда есть плесень, и вы открываете дверь, и проветривается, и вы выплеснули свежую воду, и дезинфицировали, и еще, и еще, она уходит, и ей некуда остаться. То есть, ее побеждаются не какими-то мощными химикатами, а просто вещами реальными. Вот слово, вот кровь Машеха, вот вещи, которые посреди нас существуют. Пусть Бог поможет нам. Пожалуйста, Дима, пожалуйста. Федя. Сегодня мы читаем из Пороша Шавуа, как называется, «Мимаште и сказал, и скажи». «Что?», это здесь, в седьмых писатель, в порошке 21, «Косухишон». 21 глава, есть книга «Левит». Субтитры делал DimaTorzok 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 Смерть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 на первый день после праздника, воскресенье. То есть неважно, как мы смотрим, это другая немножко уже тема, в какой именно день Он воскрес, сколько дней Он лежал в земле. Ну вот Он воскресает, так, как говорит об этом Библия. Первый снов. И то, что я сказал, что без Него, без этого события, без Его воскрешения, все, что мы имеем сегодня, оно ничего не стоит. Пусть Он умер, пусть Он страдал, но если Он не воскрес, то все это было четно. Если только мы в этой жизни, Павел говорит, надеемся на Него, мы верим в Машеха и хотим, чтобы у нас было благополучие, то это ничего не стоит, потому что вся наша надежда, она не в этой жизни, она на будущую жизнь, на то, что Господь уготовил нам на небесах. И знаете, Он много всего переносил, и то, что Леон сегодня сказал, что вот эти вот стихи сидят в его сердце о прощении, я не знаю, в начале собрания, когда прославление началось, мне бидюк этот же стих пришел, я не знаю почему. И не знаю, как это с этим связано, но еще в своей жизни Он испытал много всего, как человек. Много обид, много переживаний. Можно сказать, Он был первенец и в этих делах, которые Он перенес все полностью в положительном состоянии. Не отдавал злом за зло, умел прощать, умел переходить вот эти вот все обиды и расстройства. Первенец из мертвых. Вот этот вот первый сноб, он очень важен в нашей жизни, потому что если нет Его, все остальные зерна, пища, оно ничего не стоит. Вся наша жизнь тогда ничего не стоит, и вся наша вера. Первенец из мертвых. И когда Ишуа так же сидел и делал пасхальный седор, он знал, и он всегда говорил ученикам, что его цель, она еще не завершена, его цель это не только прийти и умереть, но есть что-то дальше. Есть что-то дальше. Мы знаем, что много всего еще не совершилось в полноте. Не совершилось до конца. Но есть еще какие-то шаги, есть другие праздники, которые пророчествуют на него, как Роша-Шана или Йом-Кипур, Судный день, праздник труп. Это все должно прийти в прошествии. Но процесс еще продолжается. Но без воскресения не было бы ничего. Без того, что он проходил и может так же научить каждого из нас и прощать, и переходить как-то дальше, поднимаясь по ступенькам, уповая на него, мы можем учиться из этого. И я думаю, когда он поднимал стакан, когда он сидел, преломляя мацу или хлеб, что бы там ни было, со своими учениками, он смотрел чуть вперед. Он знал, что я воскресну. Я буду вот этим первым снопом. Я буду тот, который поведу всех. И после меня будет воскрешение других. Как Павел говорит, первенец Машиах, а потом и все, которые к нему принадлежат. Только Господь знает, кто к нему принадлежит. А то, что мы можем делать, это учиться от Него и идти за Ним. И это, в принципе, короткое послание. Я думаю, сейчас можно перейти к Саудата Дон, хлебопреломлению. Продолжение следует...